волощук отпуск заработал сел самолет и на крыле всего-то 8 часов лету и на мальдивской он земле ждет океан его и пальмы кокосы ждут и ананас и репортажи пунктуально он будет делать здесь для вас здравствуйте уважаемые любители рок-музыки наконец-то у вас появилась надежда отдохнуть от ваших асд потому что в . сд вместе всей своей семьей то есть со всей рок-группой приехал на мальдивы в отпуск полтора года или два бы не были в отпуске тем более на море и поэтому приехали на мальдив потому что куда сейчас идут русские люди отдыхать на занзибары на мальдивы ну в турцию то само собой а вот это два места где хоть маски не требуют надевать поэтому и сейчас на мальдивах виде по прекрасное море и сейчас мы на вот этом такси потому что тут один город на все государство называется моли он же столица он же порт он же он же авиапорт поэтому здесь один город все остальное находится деревеньки отелей на маленьких островочках которых здесь более тысячи но подробнее расскажу о мальдивах когда мы уже приедем в свой отель а сейчас вот первый репортажек так что держитесь там скучать вам все равно не придется хотя и в отпуске репортажа будем делать каждый день всем рокерам при и здесь серьезный подход гигиене xan эпидемиологии видите обрабатывать чемоданы ну вот мы и на море а лучше моря а на просторе все переживешь море блеск волны по берегам море за тебя я все отдам вот она красота а вы говорите сурок музыка и море несовместимые вещи нет ребята настоящий рокер это моряк это любитель морской глубины риска а здравствуй прекрасный остров миру чувствую чтобы тут хорошо отдохнем как вы считаете думаете что нормально будете говорить что все будет порядке ну что местечко то сказочная мечта помните как райское наслаждение пальмы белоснежный песочек пойдемте в наш отель пошли вот где должны русские обосноваться рокеры приезжать сюда заряжаться энергией морской небо энергии прозрачного белого голубого и потом назад в россию в морозную дождливую но такую прекрасную россию вернуться и с новыми силами как начать зажигать жара вот это вот этот огонь температуры летний передавался в публике зал или в стадион еще лучше вот это мы и будем делать когда приедем вот он айланд ресорт энд спа мейеру мальдивы а там барабанщики а вы говорите что дурока нету вы чего тут саморок музыка он ляньте а ну пойдемте это я люблю ударный установка это одна из основных установок в оркестр в рок оркестре ну и первое что нас встречает а такой ресепшен своеобразный где нас сейчас наверняка напоят холодным чайком и зафиксирует наши данные и расскажут куда идти пойдемте ну все документы забрали сейчас зафиксируют все как положено задокументируют красота вот она родное бунгало я проверим что тут они сделала для вас хорошего как она выглядит так для ним пойдемте смотреть вместе а ну что они нам тут приготовили шампусика для дорогих осей тай тингер франция израиль все такое шампанское хорошая но мало видать переживают за русских чтобы не перебрали тут я попробуем но сначала пройдемся посмотрим что тут есть в номере что тут есть но все-таки приятно понимаешь его я приехала русская рок-звезда поэтому шампанское хорошие конфеты цветочки все положено знаю догадывается на что чайник есть холодная водичка есть всякие прибамбасы есть есть сейфи гляньте даже есть телевизор который мы даже в москве не смотрим но тут так подавно смотреть не будем хватит уже холодильник а ну шоу холодильник елена иван гляньте тут всякие напитки всякие тут напитки холодные это прекрасно это прекрасно а но я догадывался что это здесь будет потому что самая высокая точка земной поверхности на мальдивах два с половиной метра поэтому если тут цунами вынырнет то тут джекеты лежат спасательные на каждого туриста видите две штучки но я конечно сомневаюсь они помогут если цунами захлестнет островок но кто не рискует тут не пьет шампанское вы знаете поэтому все равно будем ездить на мальдивы несмотря на опасность цунами потому что настоящий рокер он без риска не может о наша хорошая кроватка то есть где развернуться русскому человеку разгуляться езди часики ради красивые все свет есть все четко буду читать по вечерам вентилятор проверим работает или нет кондиционер работает хорошо между прочим работает японский дайте теперь попробую включить вентилятор она ну класс потому что ночью под кондиционером спать но как-то стремненько вы знаете можно приболеть слегка поэтому включим вот этот механизму и она будет нас обдувать будет воздух шавалить шавалит он воздух будет чтобы не запотели мы слегка из россии мы северные люди холодные можем запотеть и сморостью покрыться пойдемте смотреть дальше ну что халатики на меня конечно такие не налазят я еще не дошел до той кондиции чтобы вот такие халатики влазить но на моего режиссера думаю будет самый раз но но это что же надо на себя-то посмотреть зеркало всегда приятно на настоящую рог ведутся сразу любого дорого глянуто уважаемые любители рок-музыки на без этого тут можно в полный рост себя и созерцать после пляжа после обеда после завтрака и после ужина и после особенно вечерних мероприятий тут обещают вечерние мероприятия серьезные всякие рок-коллективы буду выступать но не знаю что волчук приехал поэтому заказали сюда рок-коллективы сейчас будут развлекать здесь нас я надеюсь наша выражаясь хохлятским языком шухлятки тут есть для всяких прибамбасиков для трусиков для для платочков все можно сюда припрятать но и самое главное для русских женщин и для русских мужчин русские мужчины могут тут расположить компьютер чтобы бизнес тут не остывал там в россии тут связь держать с партнерами по бизнесу но дамам конечно где-то это туалетный столик макияжик все перед вечерним мероприятием навести и давайте посмотрим санузел а здесь он традиционные здесь уже когда-то был обычно здесь санузлы под открытым небом и сейчас мы с вами это проверим пойдет ну как я и говорил под открытым небом тут душик прекрасный кстати душик обратите внимание обожаю когда широкая душевая такая устройство дождь падает на тебя у вас ну и выйти тут экзотика всякая песочку подсыпали красота падает свет в номер отлично ну и здесь дайте посмотреть все есть все есть посмотрите какие симпатичные умывальнички все есть мыло всякое руки вытирать можно лицо и конечно же есть банные полотенца то есть все есть ну вот такой вот санузел такой большой на открытом воздухе и так я здесь был уже два три года назад не помню где-то так был на другом острове то я вам по секрету выдам одну информацию которую так модно называть лайфхак когда вы прилетите на на мальдивы и ночью заходите в туалет выйти он тут открытый и тут копошится всякая живность может быть всякие ящерицы летучие лисицы могут сюда залететь аккуратненько подвиснуть поэтому мой режиссер и оператор главный елена ивановна не даст соврать что когда сюда выходишь ночью а тут они копошатся бегут ящерицы эти всякие поэтому елена она для того чтобы обезопасить себя она сначала подходила стучала дверь потом включала свет потом заходила громко и кричала они разбегались и после этого она спокойно заходила в туалет а такой вот лайфхак вам по секрету выдал для тех кто будет лететь на мальдивы вот так учтите этого вам никто не расскажет пойдемте пить шампанское хватит тут развлекаться по санузлам идем пить шампанское а тут же эти зонтики еще есть два зонтика а спросите почему потому что здесь два времени года по сути дела это есть сухой сезон и есть влажный штормовой сезон вот когда штормовой влажный сезон это юго-западные ветра радуют мусона они несут влажный воздух с индийского океана и здесь все время идут дожди вот для этого для туристов сделаны вот эти зонтики предоставлены они могут выйти и пойти в ресторанчик перекусить под дождиком а северо-востока то есть россии идут благоприятные прохладные ветра которые способствуют урожаю всему то есть россия нас она благодатна для всего мира люди добрые они нас ругают вот скоро тут начнутся штормовые времена которые где-то в мае у них апрель-май конец апреля начало мая начинается здесь вот эти влажные мусоны юго-западные ну что уважаемые любители кузы елена ивановна это для вас вы знаете я не пью я воду я водички с вами шандарахну тайтингера французенького сухари когда я запотел из холодильника соображают люди что шампусик надо без холодильника чтобы он был холодненький особенно знаете с утра хорошо милое дело с утреца на пахнет на пахнет шампусик так идет хорошо под яичинку сейчас попробуем елена вам держите держите а я себе в водичке холодненькая тоже но давайте за прекрасный отдых мальдивский за россию матушку чтобы она процветала и дружила со всеми хорошими людьми они нас встречали радушно вот как сегодня шампанский как полос конфетами с хорошими и с обрадовались когда видели русского человека отдавать за это выйти особенно когда они будут видеть русскую ровно чтобы они просто восхищались и кричали ура а водичка то хорошая как шампанское звонок тоже хорошая не хуже чем вода говорит что не хуже это великолепно значит не обманули наш настоящий тайтингер ну вот я вам рассказал про наш номер который вроде небольшой но все есть хороший свет ведь должен читать ночью великолепно вентилятор кондиционер холодильник телевизор сайф все есть убирают шампанское хорошее приносит консервы приносит вид прекрасно из окна на море но но я вам расскажу еще один лайфхак который многие не знают номераж разные есть даже вроде бы по одной цене могут быть а разные по качеству отдыха то есть есть у них номера так называемая garden расположены в саду вокруг сад цветочки красиво видит так красивый есть у них такие вот номера как вот здесь прямо на пляже на берегу и есть номера экзотичные на сваях прямо в море то есть такой пирс выходят в море и там эти номера сайте бунгало стоят вроде бы как экзотика но туда попадаются обычно не опытные туристы потому что ты туда приходишь во первых это на самом отшибе от центрального офиса от ресторанов от баров тебе добираться далеко раз второе для того чтобы тебя в море залезть тебе надо либо прыгать с этого пирса туда в море но это ладно мужик-то прыгать а вот женщины и дети тоже не попрыгают им приходится идти обходить идти на пляж и там уже загорать на песочке вот поэтому самый лучший номер конечно же с видом на море 50 метров от моря береговой линии с хорошим песком вот это вот мы и выбираем как опытные русские рокеры туристы но уже все проходили и на сваях и в гардене везде побывали вот поэтому вот здесь но все переодеваюсь и в море потому что это первое что должен сделать настоящий рокер из россии из жизни русской профессора и жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу